всех приветствую это канал александр play и сегодня у нас 35 урок обучения игре на баяне продолжаем мы с вами изучать нотную грамоту и вот наконец мы добрались до записи аккордов до записи аккордов на левой клавиатуре на прошлом уроке мы с вами рассматривали как записываются басы на левой клавиатуре рассмотрели что какие ноты могут использоваться для записи басов на левой клавиатуре что нам не важно так сказать и какой октавы это но это важно лишь ее название ну это все было на прошлом уроке на прошлом уроке сейчас мы уже предполагаем что мы знаем как записываются басы это будет использоваться на этом уроке но добавится что мы то что мы будем записывать еще и аккорды аккорды в аккордах тоже есть свои упрощения для баянистов тоже есть свои упрощения мы сейчас все рассмотрим и так я напоминаю какие у нас есть вообще ряды с аккордами вот самый ряд который ближе всего к меху ближе всего к меху я напоминаю это вспомогательный ряд басов ряд имеется ввиду вертикальный вертикальный то есть расположены по вертикали это вспомогательный ряд басов дальше от меха 2 ряд второй ряд это основной ряд басов основной уже не вспомогательный основной Это там, где выделены бас до. Вот это два ряда басов. А дальше идут ряды с аккордами. Ряд, который после основного ряда басов, это ряд с мажорными аккордами. Мажорные аккорды в условных обозначениях на баяне обозначаются буквой Б. Видите, я написал Б мажор. То есть буква Б будет написана над аккордом. Не путать эту букву Б с той буквой Б, которая в квадратике. Вот которая буква Б в квадратике, она обозначает, что нужно играть на басах на левой клавиатуре. Имеется ввиду, что на самой басовой клавиатуре. А просто буква Б, если она не в квадратике, она будет у нас обозначать мажор. Вот мажорные аккорды. Это аккорды в вертикальном ряду после основного ряда басов. Вот, например, до мажорный аккорд. Вот так звучит. И все мажорные аккорды, я напоминаю, звучат светло, весело. Я, ну, ярко, можно сказать. Но самое главное, что они веселые. Видите? Весело звучат. Следующий ряд после мажорных аккордов, это минорные аккорды. Они уже звучат грустно. Видите? Звучат грустно, темно. Ну, это так. Это так начальные абстракции, начальные абстракции. Конечно, у нормального музыканта будет не просто так, что грустно и весело. Тем более, бывают даже такие произведения, которые заканчиваются мажором. А этот мажор означает абсолютно нечто саркастическое. И наоборот, показывает какую-то неизбежность, какую-то трагедию. Но это уже в великих произведениях. Например, в симфониях Шостаковича и так далее. То есть, мажор и минор, они не всегда именно что веселые и грустные. Но в первом приближении, так сказать, понятно, что мажор это весело. А минор это грустно. Ну, разная окраска. Я не знаю, вы должны обязательно слышать. Должны обязательно отличать мажор от минора по слуху. Но со временем вы научитесь, я надеюсь. Я надеюсь, со временем вы научитесь. Дальше, следующий ряд после минорных аккордов, я напоминаю, это ряд септаккордов. Вот ряд септаккордов, они вот так у нас звучат. Они сами по себе, в принципе, смысла-то особого не несут. Они должны всегда куда-то разрешаться. Куда-то разрешаться. Септаккорд, он такой аккорд, что он звучит, и его нужно куда-то разрешить. Но чтобы нам понять, куда нам его разрешить, нам надо сначала послушать тот аккорд, в который он разрешается. Что именно во что разрешается и так далее, это мы, может быть, будем позже изучать. Но вот просто для примера. Вот звучит вот такой аккорд. А сейчас я сыграю септаккорд, который в него же будет разрешаться. Видите, сразу слышно, что мы куда-то отошли. Потом еще раз этот септаккорд. И вот уже чувствуется охота его разрешить вот сюда. Вот у септаккордов такая роль, что они как бы обостряют мажорные трезвучия. Они их обостряют. Вот если мы сейчас опять возьмем вот этот аккорд, в который мы септаккорд разрешали, поиграем его четыре раза. А потом возьмем мажорный аккорд другой. Ну, пока не буду говорить какой. А теперь возьмем септаккорд. И видите, он его усилил. Что нужно обязательно разрешить. Уж сто процентов. А если опять, например, септаккорд. А вдруг вы его куда-то никуда разрешили. Вот так скажем. Опа-на, и что? Не пришли опять в тот аккорд, который надо было разрешить. Ну да ладно, это я что-то отвлекаюсь. Так вот, септаккорды. Ряд септаккордов. После ряда септаккордов идет еще ряд уменьшенных аккордов. Я напоминаю, что ряд уменьшенных аккордов, он есть не на всех баянах. На маленьких баянах, маленьких габаритов, как правило, этого ряда нет вообще. То есть, есть только мажорный, минорный и септаккорды. На более больших баянах, на более, так сказать, профессиональных баянах, готово выбранных баянах, я вам позже расскажу, что это значит, эти аккорды могут и присутствовать. Ну, вы можете очень просто у себя проверить, есть ли у вас эти аккорды. Вот нажимаете бас до третьим пальцем. Дальше вторым пальцем нажимаете до мажорный аккорд. Дальше второй палец ведете на следующий ряд, где минорный аккорд, чтобы до минорный аккорд сыграть. Дальше ведете палец на следующий ряд, чтобы сыграть септаккорд, до септаккорд. И дальше ведете палец еще дальше. Если у вас палец играет, так сказать, уменьшенный аккордик, значит он у вас есть. А если у вас палец просто за пределы клавиатуры вышел, значит у вас нет этих аккордов. Или можете просто глазками посмотреть на левую клавиатуру и посчитать ряды, начиная от вспомогательного ряда басов. Посчитать вспомогательный ряд басов, основной ряд басов, мажорные аккорды, минорные аккорды, септ-аккорды. И следующий. Есть ли у вас или нет? Есть ли у вас или нет? Ну да ладно, ну да ладно. Что-то мы слишком долго... Вводное слово у нас... Вводное слово у нас... Давайте, господа, значит, рассмотрим запись сначала мажорных аккордов. Мажорных аккордов нотами. Итак, вот у нас первый такт. Что же здесь мы видим? Я сейчас все объясню. Размер 4 четверти. Мы видим 4 аккорда. Каждый по четверти. Размеру соответствует. Несколько звуков записаны друг на друге, так сказать. Это означает, что они звучат одновременно. Одновременно. Мы вот раньше не сталкивались с таким, чтобы звуки звучали одновременно. А тут в аккорде звучит сразу 3 звука. Поэтому нам надо записать на одной, как бы вот этой вот нашей линии, вот этой на одном штиле, на одном штиле ноты, сразу записать 3 звука. Не просто один звук, а сразу 3. Вот я, к примеру, покажу. Вот если у нас есть одна нота, вот, например, в особом ключе, это нота ми. Но мы хотим, чтобы вместе с ней звучала еще и соль. Мы вот дальше записываем вот так соль. Си, например. И вот у нас получается такая запись, что вот эти овальчики, они как бы друг над другом все на один штиль нанизаны. Вот это означает, что звучит сразу несколько звуков. Это чтобы вас не смущала такая запись. Потому что аккорд 3 звука, и надо все 3 звука и записывать. Все 3 звука и записывать. Так вот. До-мажорный аккорд. До-мажор, как мы знаем, состоит из нот до, ми, соль. До, ми, соль. Ну, которые можно в любом порядке располагать. Хоть до, ми, соль, до, ми, хоть ми, соль, до. Я попрошу обратить ваше внимание на то, что ноты называются снизу вверх. Вот здесь, в басовом ключе, вот этот аккорд записан как? Сначала читаем ноту снизу вверх. Сначала нота соль, потом нота до, потом нота ми. То есть это соль до ми. Значит это что? Какой аккорд? До-мажор, до-мажор. Аккорд до-мажор у нас, ну, у баса до. До-мажор. Вот он. Вы его знаете. Мы его использовали при аккомпанементе маленькой елочки. Но баянистам, баянистам несколько проще в плане того, как играть вот эти аккорды. Конечно, профессиональный баянист, уже такой подготовленный, он уже и будет и на это внимание обращать. Он будет автоматически считывать, что тут ноты соль до ми, что это действительно до-мажорный аккорд. Но начинающий баянист, он еще может не знать, какой звуковой состав у аккордов. И поэтому в баянной литературе принята такая традиция. Если есть мажорный аккорд, то над ним всегда пишется буква Б. Ну как всегда. Ну вот один раз записали букву Б, а дальше видно по нотам, что точно такие же ноты. Дальше можно букву Б уже не писать. Хотя если вы ее и здесь, и здесь, и здесь напишите, это в принципе ошибкой-то и не будет. Вот значит мажорные аккорды обозначаются буквой Б над нот. Над вот самим аккордом. А в скобочках, в скобочках указывается нота. От какой ноты взят этот мажорный аккорд? Этот мажорный аккорд, это до-мажорный аккорд. Он взят от ноты до, то есть от баса до. Видите? То есть в скобочках указывается еще и нотка, от которой взят этот аккорд. А цифра 2, это просто аппликатура у меня стоит. Вторым пальцем нажать. Вот значит баянист, когда смотрит вот на эту запись, вот на этот такт. Бас, он вообще на ноты может не смотреть, ему может быть вообще все равно какие-то ноты, что это соль до ми, он может даже этого и не знать, и ему вообще все равно. Он что смотрит? Ага, это мажорный аккорд. От какого баса смотрит на ноту в скобках? Вот нота в скобках для нас самая главная. Ага, от баса до. Хорошо, нахожу выделенный бас до, третий пальчик на него ставлю, но бас не играю, потому что тут баса нет в нотной записи, только один аккордик. Надо сыграть. А каким пальцем играть аккордик? Ну, конечно же, вторым. Третий пусть на басе стоит, пусть даже тактильный контакт с ним имеет, ничего страшного. А вторым пальцем будем играть аккорд. Вот нашли мы этот аккорд. Нашли мы его как? Посмотрели на ноту в скобках, а потом на букву B. А вот на эти три ноты даже и смотреть не хочется, даже мы их на них и не смотрели. И даже используют вот такую запись, вот как в следующем такте, что вместо нот просто палочки. Видите? Нот нету, просто одни палочки. Самое главное, что нота в скобках от баса до и буква B. Это значит от баса до до мажорный аккорд. И вот эти палочки, они даже нам говорят, что вам все равно, какие там ноты. Какая вам разница? Ну, записаны какие-то ноты и записаны. Вам самое главное, это нота в скобках от баса до и буква B мажор. И вот вы играете раз, два, три, четыре. Вот и все. Вот мы и сыграли вот этот такт. Или вот этот такт, все равно, неважно. Вторым пальцем сыграли вот четыре четверти аккорд. Видите? Ну куда еще проще? Даже вам ноты, вот, баянисту, даже можно вот эти ноты даже и не смотреть, что там записано. Во как просто. Играть аккорды на левой клавиатуре. Просто. Ноту в скобках смотрим. И какой, какая буква стоит. Если B мажор играем, если E минор играем, если 7 черт аккорд играем. Про уменьшенные мы вообще даже где-то и говорить сами не будем. Вряд ли они нам понадобятся. Я их даже сотру. Даже вот все будет как элементарно просто. Элементарно просто. Ну хорошо. Что-то я разошелся. Итак, значит, вот, сыграем еще раз. Вот этот такт и вот этот такт. Хотя они оба одинаковые. Сыграем вторым пальчиком до мажорный аккорд. Раз, два, три, четыре. Я сейчас играл нон-легато. Штрихов никаких не указано, поэтому играем в данном случае нон-легато. Дальше. Теперь что мы видим? Что мы видим в следующем такте? Здесь уже, так сказать, своего рода аккомпанемент. Под аккомпанементом понимается музыкальное сопровождение, которое, так сказать, состоит, как правило, из басов и аккордов. То есть, вот, басы это партия, грубо говоря, бас-гитары, а аккорды это партия ритм-гитары. То есть, два человека играют на двух гитарах и аккомпанируют. Вот. Или человек, например, на гитаре себе аккомпанирует, а сам поет. Это будет аккомпанемент вот голосу. А на баяне, как бы, левая рука может аккомпанировать правой. Ну, например, мы вот играли с вами мелодию, мы же не можем выйти на сцену и просто играть вот одну мелодию маленькой елочки. Это же не полноценно. А если у нас вот такой аккомпанемент есть, тогда уже звучит более насыщенно. То есть, вот с аккомпанементом. И вот, видите, аккомпанент, аккомпанемент, то есть, аккомпанирует мелодию. И вот, значит, поскольку вот тут бас-аккорд, 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 это уже своего рода какой-то такой простейший аккомпанемент у нас вырисовывается. Ну, что мы тут видим? Сначала идет бас-до, сначала идет бас-до, а потом аккорд, аккорд. Ну, кто знает, что до-мажор это соль до ми, тот сразу скажет, что это до-мажор. А кто не знает, что будет делать, он посмотрит на букву Б, мажор, ага. А где же нота в скобках? Вот так вопрос, где же нота в скобках? Так вот, есть еще одно правило, которое еще, в принципе, упрощает нам жизнь. Если после баса идет аккорд, который от этого баса, то есть от баса-до в данном случае, то в скобках не нужно еще раз для тех, кто в танке, писать опять-таки вот от какого баса этот аккорд. То есть, если мы после некого баса видим аккорд, мы уже сразу знаем, что аккорд именно от этого баса. И нам нужно лишь посмотреть на буковку, не на ноты, а на буковку Б, а на М или цифра 7. И мы сразу же сыграем этот аккорд. Если бы вот раз бас-до и не указаны ноты в скобках, и буква Б, значит это до-мажор. Если бы буква М тут стояла, был бы до-минор. Если бы цифра 7 стояла, был бы до-септ-аккорд. Вот как просто. То есть, вот эта четверть и вот эта четверть, это вот играется. Сначала бас-до, а потом аккорд до-мажор. Дальше. Значит тут бас-до играется третьим пальцем, я уже написал, а аккорд до-мажор вторым пальцем. Дальше третьим пальцем играется бас-соль. Сыграли бас-соль. А дальше, вы думаете, соль-мажор будем играть? А не тут-то было. Тут опять стоит до-мажор, потому что в скобках у него стоит нота до. И здесь она действительно нужна. Потому что, если бы мы эту ноту в скобках не записали, то мы бы в принципе были правы, потому что ноты записаны соль-до-ми. Но если это начинающий байонист, ему будет пофиг на то, что тут записаны ноты соль-до-ми. Он просто посмотрит, что буква B стоит. Ага, значит мажор, тут соль, ноты в скобках нет. И он будет играть вот до-мажор, а потом сыграет соль-мажор. И он даже не посмотрит на эти ноты, хотя обязан. Поэтому я по всем правилам обязательно, если бас другой, но аккорд все еще остается до-мажорный, обязательно тут уже надо указать, что это аккорд от баса до. Потому что бас перед ним стоит другой. Здесь бас стоит именно до, какой нам нужен, и аккорд до-мажор. А тут бас-соль, а аккорд нужен до-мажор. Но поскольку бас-соль, нужно обязательно поставить в скобках вот эту нотку до, чтобы от баса до. Вот эту букву B по правилам, в принципе, можно и не писать. Можно и не писать. Потому что видно по нотному как бы очертанию, что вот те же самые ноты. Те же самые ноты. И человек точно уж не запутается до, до-мажор-соль. Ага, те же самые ноты. Еще подчеркнуто, что от баса до тоже до-мажор. Но, в принципе, для начинающих, для начинающих, ну пусть стоит эта нота B, чтобы не запутались, что это мажорный аккорд. Играть третьим пальцем, вторым пальцем. Потом соль третьим пальцем и аккорд вторым пальцем. И этот такт будет звучать вот следующим образом. Обратите внимание, что когда мы играем уже такой аккомпанемент, здесь уже не действуют, так сказать, штрихи, что раз ничего не записано, то он легато. Потому что если мы будем аккомпанемент вот так играть, то это будет выглядеть несколько нелепо. Аккорды будут тянуться, как язык у коровы. Да и басы слишком уж прям такие тягучие нам не нужны. Аккомпанемент такой, как правило, принято играть вот так. Бас несколько поглубже. На бас мы опираемся, то есть, вот примерно таким штрихом. Видите? Невозможно сказать, какой это штрих. Разные же могут быть длительности звуков. Ну, примерно, нечто среднее между он легато и стаккато. Но не суть важна, вы это просто по слуху услышите. То есть бас чуть побольше. Он, в принципе, и сам так получится. И бас тут самое главное. А аккорд, он играет со стаккато. Тихонечко. Желательно аккордик даже еще потише играть, чем бас. Постараться потише играть, чем бас. И стаккато. Бас полностью нажимать, а аккордик вот потише. А бас прям глубоко, чтобы он звучал. Вот и получается такой аккомпанемент. Если в быстром темпе, он вот так будет выглядеть. Уже, видите, то есть он отрывистый идет. Его не надо вот так играть. Ну, конечно, в нотах. Вот если специально написано, если специально написано, легато, если там произведение, какую-нибудь, не знаю, шарманку старую изображает. Что-нибудь такое. Если надо вот какой-то такой колорит создать, тогда, конечно, может и так быть. Это я все понимаю. Но вообще, вот в стандартных случаях, в стандартных случаях играется вот именно таким образом. Видите? Например, вот такая мелодия, если была бы вот такой вот аккомпанемент. Бас, аккорд, бас, аккорд, бас, аккорд. Вот. Я уже не буду специально ставить стакката. Это у баянистов уже так принято, что такой аккомпанемент, он играется так, что бас несколько подлиннее, а аккорд коротко. Ну и бас-то, по сути, тоже, в принципе, довольно коротко. Если бы тут лига стояла между басом и аккордом, тогда бы вот так игралась. Это уже в зависимости от пьесы. Может, где-то надо вот так сыграть. Подчеркнуть первую. Видите? А залеговую. А пока в данном конкретном примере просто вот так будем играть. Дальше. Здесь вот показана запись, то, что можно вместо этих аккордов использовать, ну, опять-таки, палочки. Опять-таки, палочки можно использовать. Если вы такую запись увидите, но это, как правило, когда турки пишут, да и, в принципе, и в печатных я иногда встречал. Можете, можно так использовать. Так, а теперь давайте поиграем уже более сложный аккомпанемент. Смотрите. У нас здесь появились какие-то непонятные значки. Вот этот значок и этот значок. Это знак репризы. Запоминайте. Репризы. То есть, это реприза. Реприза – это повтор. Что это значит? Это значит, вот мы начинаем играть ноту до, дальше играем аккорд, вот это дальше все, играем, играем, играем. Вот этот мы знак репризы увидели, он нам просто сказал, что играй, пока не увидишь следующий знак репризы. Вот он нам просто об этом сказал, и все. И мы играем, как ни в чем не бывало. Вот тут играли, что-то играли, увидели знак репризы, ага, запомнили. Появилась реприза. Будем ждать, пока она появится снова. Она как бы открылась, но еще не закрылась. Вот мы играем. Увидели знак репризы. Ну, взяли себе, так сказать, на ум это. И дальше играем, играем вот этот такт, играем следующий такт. А потом увидели снова знак репризы закрывающий. И дальше, после этого, мы не имеем права уже дальше идти, потому что реприза это повтор. То есть мы должны после второго знака репризы, вот этого, который ее закрывает, вернуться обратно на начало, и еще раз это сыграть. И уже только потом мы имеем право играть следующий такт. То есть реприза это просто повтор. Вот надо вот эти два такта повторить, и я по бокам поставил репризу. Но это для того, чтобы мы уж не один раз сыграли вот эти два такта. А чтобы сыграли их два раза, и чтобы у нас четыре такта получилось. Ну, чтобы мы побольше с вами играли, побольше играли. Что мы здесь видим? Сначала бас до третьим пальцем. Ну, это понятно. Аккорд какой? До мажор. Потому что ноты в скобках не стоит. Значит, от баса до. И бе мажор. Аккорд. Дальше бас ми на вспомогательном ряду. Ну, мы знаем, он напротив баса до. Бас ми на вспомогательном ряду. Дальше аккорд какой? Нота в скобках до. Значит, аккорд до мажор. Потому что он по нотам соответствует вот этому аккорду. Ну, и тут я еще на всякий случай букву Б все-таки поставил. Хотя по правилам можно, в принципе, ее и не ставить. И так видно, что те же самые ноты. То есть тут до, бас до, аккорд до мажор. И бас ми, аккорд до мажор. И вот это будет следующим образом звучать. Вот. Дальше бас до, аккорд до мажор. И бас соль, аккорд до мажор. И вот получается, это звучит следующим образом. Я сейчас сыграю два такта, а потом еще раз их сыграю, чтобы соблюсти реприз. Послушайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Видите, здесь, как бы, аккорд-то все время до мажор, а вырисовывается такая вот басовая линия. Видите? Ну, есть логика в ней. Вот это, по сути, по сути, например, если было бы два человека, вот бас-гитарист бы играл. Как-нибудь разнообразил бы. Видите, можно всяко разнообразить. Вот он бы играл вот эти до, ми, до, соль. До, до ми, до, соль. До, до, ми, до, соль. И вот так бы играл-играл на бас-гитаре. А другой бы человек, он как бы раз-и, раз-и. Ну, как бы раз-и, два-и. Ну, на и, да? Тут же что получается? Раз-и. А, тут как бы раз-и-три. Но ему было бы не важно. Он бы так не считал раз-и, там, три-и. Он бы просто, вот этот играет, бас-гитарист играет, а тот просто первый услышал и пошел так. Это я сильную долю щелкаю. Вот уже, пожалуйста, видите, меня вот и чем баян-то и привлек. Я сначала на обычной гитаре играл, на обычной гитаре играл. Не на бас-гитаре, хотя потом и на бас-гитаре играл, а сначала на шестиструнной. А там, чтобы играть аккомпанементы одновременно мелодию, это надо уже достаточно таким подкованным человеком быть, достаточно хорошо на гитаре играть. Я сначала всякие этюды на ней играл, там мелодии какие-то пробовал играть. Но мне хотелось более полноценного звучания, чтобы был, вот, например, аккомпанемент какой-то, бас-аккорд, и одновременно мелодия. А как на гитаре это сделаешь? А я увидел в школе, как у нас мой одноклассник играет на баяне. И я увидел, что он нажимает всего-то две кнопки в левой руке, а у него уже одновременно и бас такой густой, представляете? И аккорд, прямо из трех звуков. Ну, я это просто слышал все. Вот, я был в шоке. Я, конечно, сразу же взял себе баян и уже стал на баяне учиться играть. Ну, на фортепиано тоже мне, естественно, понравилось, потому что там тоже очень богатые возможности. Я не говорю, что гитара, так сказать, инструмент, на котором нельзя так сыграть. На гитаре тоже можно сыграть и баха, и мелодию с аккомпанементом, и все что угодно. Ну, это очень сложно, надо сказать. На баяне уже сразу же, с первых же уроков, ребенок или взрослый уже может играть аккомпанемент и мелодию. А на гитаре это надо поучиться. Это очень сложный инструмент. Вот. На баяне в этом плане проще. И вообще, у баяна левая клавиатура, это, по сути, решебник задач по гармонии. Я вот когда гармонию решал в училище, я просто левую клавиатуру представляю, да и правую тоже представляю, если надо звуковой состав там. И сразу у меня все звуковые составы есть. Я их просто представляю в уме, как они, как клавиши расположены, да и все. Ну, там уже свои нюансы, вы можете про это и не знать. Вот. Так, что-то я опять отвлекся. Так вот. Так вот. Вот и получается, что вот эти два такта, это, по сути, у нас бас-гитарист и ритм-гитарист, так сказать, гитарист, играющий на ритм-гитаре, играют вот нам партию аккомпанемента. А под них уже могут какие-то другие инструменты играть. Там кларнет, например. Или там еще что-то. Видите? То есть у баяна в левой руке это, по сути, две гитары. По сути, две гитары. Бас-гитара с таким хорошим, насыщенным басом. И гитара аккомпанирующая, которая аккорлики играет. И вот еще раз я сыграю вам эти два такта с репризой. Если хотите, можете больше поиграть. Не два раза. Да хоть десять раз. Ну, играйте и тренируйтесь, чтобы было вот такими штрихами. Бас и аккорд достаточно коротко. Но бас, он будет получаться чуть-чуть подлиннее. Но можете и бас, и аккорд играть коротко. Можете бас чуть подлиннее как бы опереться на него. Но это у вас получится. Но при этом, чтобы все битности были одинаковые. Вот. Ну, в общем, вот примерно, чтобы вот так было. Главное, главное, чтобы аккорд был очень коротко. Очень коротко. Ну и бас слишком уж длинный, и не надо, но чтобы он был одинаковый по длительности. Все басы, чтобы были вот до ми, до соль, чтобы были одинаковые. Ладно, дальше посмотрим. Теперь до мажорные. Ой, фулл соль, мажорный аккорд. Вот он, соль, мажорный аккорд. Мы видим, что в скобочках уже нота соль указана. Кстати, обратите внимание, можно было бы указать не обязательно эту ноту соль, но и вот эту ноту соль. То есть тут тоже не имеет значения, какой октавы ноту мы указываем. Ну, давайте вот это пусть будет указана, вот эта соль. Вот звуки. Ну, если вы басовый ключ хорошо знаете, вы сразу скажете соль сире, соль мажор. А кто не знает, он смотрит, что от ноты соль и б значит мажор. Вот можно вторым пальчиком поиграть соль мажор. Четыре раза, но он легатый. Давайте сыграем. А дальше у меня записан аккомпанемент в соль мажоре по такому же аппликатурному принципу и вообще по такому же принципу, как и в до мажоре, но только в соль мажоре. Видите? Соль третьим пальцем, соль мажор вторым пальцем, бас си, который напротив соль третьим пальцем на вспомогательном ряду. Дальше снова соль мажор вторым пальцем. Видите, в скобках соль. Я б уже не пишу. Дальше снова бас соль, соль мажорный аккорд, дальше нота ре третьим пальцем. но не на вспомогательном ряду почему-то я тут написал. А, естественно, на основном. Естественно, на основном ряду нота ре. Вот, значит, соль третьим пальцем, потом соль мажорный аккорд вторым пальцем, нота ре третьим пальцем. Ноту ре, конечно, можно было бы здесь записать, но я вот решил записать здесь, потому что логика партии, видите, вот эта же нота дальше логично следует. А если мы здесь запишем, тогда будет какая партия? Видите, не совсем логично, что нота ре ушла туда, вверх октавы. Пусть лучше так будет. На баяне же все равно так звучит. Как будто она ушла именно вниз. Ну, вот так оно звучит. Вот, значит, третьим пальцем нота ре и потом соль мажорный аккорд. И вот получается то же самое. Но только с соль мажорным аккордом. Вот. Можно как сыграть? Можно сыграть, например, два вот этих такта, а потом два вот этих такта. Уже без учета реприза. Давайте так сыграем. Это до мажор. Теперь соль мажор. Вот, пожалуйста, у нас уже какой аккомпанент получился из двух аккордов. Дальше в маленькой елочке мы еще фа мажор использовали, поэтому давайте еще третий аккорд рассмотрим фа мажор. Вот фа мажор. Ну, кто бы соль ключ хорошо уже усвоил, сразу скажет ноты ля, до, фа. Ля, до, фа. Ну, или фа, ля, до. А это что такое? Это фа мажор. Мы уже знаем, что фа мажор это фа, ля, до. Вы должны обязательно запомнить основные. Это в любом случае, что до мажор, до, ми, соль. Соль мажор, соль, си, ре. Звуковой состав. И фа мажор, фа, ля, до. Хотя, возможно, я еще дополнительные уроки буду проводить для того, чтобы потренировать вас по звуковому составу аккордов, чтобы вы их знали наизусть, эти все звуковые составы. Итак. Ну, давайте вторым пальцем сыграем вот этот такт. Четыре аккорда фа мажор, нон, ля, до сыграем. Вот. Четыре аккорда фа мажор. И дальше аккомпанемент такого же плана, такого же плана, как и было в до мажоре и в соль мажоре. Чудо, опять тут тройка у меня в кругляшке. Оказалось. Ну, да ладно, бог с ней. Итак. Вот, значит, фа третьим пальцем. Дальше фа мажор вторым пальцем. Ну, я напоминаю еще раз буква б, указывает, что мажор. Раз ноты в скобках нет, значит, смотрим на предыдущий бас. Дальше. Ля третьим пальцем на вспомогательную ряду. Это бас. Ля на вспомогательную ряду напротив баса фа. Дальше вторым пальцем снова фа мажор. Видите? Фа указана. Ее, кстати, можно было бы и здесь указать. Вот удобнее, да? Что бас, этот, был, это, но. Можно здесь указать. Тренируйтесь. По-разному видеть. В нотах может быть все, что угодно. Бм уже вам никто указывать не будет в нормальных нотах, потому что и так видно, что ноты те же самые. И тут написано, что от фа. Ну, понятно, что это не миноры, не септы, не уменьшенные, потому что у них бы другие ноты были, а ноты-то эти же самые. Для вас никто вот в нормальных нотах, прощественных указывать, это сто раз не будет. Порой бывает, что даже вообще можно и не указывать эти все буквы. Я вот когда пишу себе аккомпанемент, я, ну, либо палочками пишу и буквы, либо просто, как бы, нотами, но без букв. То есть я сразу по нотам уже узнаю какой это аккорд. Вот этот смотрю, я сразу вижу, что до мажор. Ну, как, может, с чем можно спутить? Я даже не думаю, что соль до ми. Я просто его вижу. Так вот непосредственно и все. Вижу и все. Ну, да ладно. Дальше снова фа третьим пальцем, бас, фа мажор вторым пальцем, дальше бас до третьим пальцем и аккорд фа мажор. Вот фа, фа, ну, мажор, потому что те же самые ноты. Б снова можно не писать. И вот это по той же самой схеме, как и тут, но только не до мажор, не соль мажор, а фа мажор. Давайте сыграем в эти два такта и с учетом репризы у нас получится четыре такта. Поехали. Фа мажор. Вот и все. Собственно, простейшие виды аккомпанемента мы сейчас рассмотрели и как записываются мажорные аккорды. В следующем уроке будем продолжать. вести разговор об аккордах на левой клавиатуре будем минорные, смотреть септ аккорды, какие-то другие виды аккомпанемента. И надо нам это все с вами осилить, прежде чем переходить к игре пьес по нотам. Все, до свидания, до следующего урока.